на самом деле я родился в городе умани и пять лет назад мы выехали в канаду и примерно где-то около шести лет назад еще не было такого у вас прекрасного здания ничего не было даже название такого красивого не было воскресение христово и мне как-то бог так положил на сердце участвовать в организации новой церкви которая сегодня называется воскресение христово слава богу и желание моего сердца дорогие друзья братья и сестры поделиться словом божьим с вами оставить вам на память евангелие и слово которое записано это это евангельская история она очень известна для всех тех которые читают новый завет она записана евангелие от луки 5 глава у кого из библии откройте пожалуйста евангелие луки 5 глава мы будем читать с первых стихов хотелось бы оставить вам на память несколько таких коротких мыслей давайте обратимся к библии евангелие луки 5 глава с первого стиха это история которая здесь в моей библии написано так чудесная ловля рыб история которая произошла в жизни апостолов учеников иисуса христа и в жизни самого христа с первого стиха я читаю однажды когда народ теснился к нему чтобы слышать слово божие а он стоял у озера генесарецкого увидел он две лодки стоящие на озере а рыболовы вышедший из них вымывали сети вошедший в одну лодку которая была симонова он просил его просил его отплыть несколько от берега и сев учил народ из лодки когда же перестал учить сказал симону отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова симон сказал ему ответ наставник мы трудились всю ночь и ничего не поймали но по слову твоему закину сеть сделавши это они поймали великое множество рыбы и даже сеть у них прорывалась и дали знак товарищам находящимся на другой лодке чтобы пришли помочь им и пришли и наполнили обе лодки так что они начали тонуть увидев это симон петр припал коленами иисуса и сказал выйди от меня господи потому что я человек грешный ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных вот такая вот история евангелие повествует нам о том что это было на рассвете и вот возможно точно так же как сейчас вы собрались христос собрал людей и он проповедовал им слово божие здесь так написано что люди которые слушали они теснились к нему для того чтобы слушать слово в это время ученики после неудачной рыбалки они вымывали свои сети и вот христос неожиданно обращается к петру и говорит петр вот от плыви на глубину и закиньте там свои сети и вы знаете когда я читаю это я вот не знаю о чем проповедовал иисус других местах мы читаем о том что когда он говорил о том что он является света миру он дал слепому человеку зрение когда он накормил пять тысяч человек он говорит я хлеб жизни возможно и в этот раз христос как-то практическим уроком желал подкрепить веру учеников потому что после этого мы читаем о том что иисус говорит петру отныне будешь ловить людей мы не знаем о чем была проповедь иисуса в это утро но вот интересно что петр опытный рыбак и вот он после неудачной рыбалки всю ночь ловил рыбу ничего не поймали мыли сети пустые и он говорит учитель я по слову твоему закину сеть и посмотрите дорогие друзья братья и сестры происходит такая чудесная перемена у петра когда они сделали по слову христа они то есть вот сделали так как он сказал они отлыли на глубину закинули сети поймали много рыбы и дальше написано что от такого множества рыбы петра объял ужас и вот он говорит такие слова выйди от меня господи потому что я человек грешный и вы знаете задаю себе вопрос а почему вот только сейчас петр ты понял что ты есть человек грешный неужели раньше когда ты слушал проповедь христа ты не ощущал себя грешником народ теснился ко христу слушать слово божие ученики вымывали сети возможно петр тоже слушал евангелие но почему то он не чувствовал себя грешником вы знаете возможно петр даже прикасался ко христу я думаю ну как почему не ощущал себя грешником и здесь так написано что когда он увидел исполнение слова божия своей жизни когда он поступил по евангелию вот тогда он говорит выйди от меня господи потому что я человек грешный дорогие братья и сестры мы видим здесь в этой истории что вот это вот лодка уставшие рыбаки сети которые они мыли она вдруг для петра стала местом присутствия господа интересно как так почему и вы знаете я хотел бы вам оставить такое пожелание на память на долгую вашу память на ваше служение для того чтобы вы помнили то что и хотел бы сказать что вот это место которое вы сейчас имеете оно было для вас местом присутствия господа и хотел бы вас спросить а почему бог должен здесь пребывать почему может быть из-за того что здесь чудный такой красивый крест на стене или может быть здесь у вас слово божие написано по какой причине бог будет пребывать здесь скажите здесь его дети замечательно очень правильно и вы знаете я хочу только лишь дополнить ваши ответы писание говорит нам что что сердце сокрушенного и смиренного не презрит он вот тогда когда наши сердца с вами будут местом присутствия господа тогда господь будет нас объединять и он будет присутствовать здесь на этом месте он будет с нами пусть бог благословит вас мы старая здесь мы видим то что когда христос проповедовал ученики они были заняты своим делом они вымывали сети и вы знаете я не знаю почему так происходило в их жизни но вот бывает так что господь посылает нам определенные какие-то испытания и вот вот в этой истории когда петр поступил по слову христа мы здесь видим что все его жизненные основания они вдруг начали все как говорится трещать по швам а какие были жизненные основания у петра скажите у него была лодка он был рыбаком у него были сети у него был еще опыт рыбака и все вот эти вещи вот почему-то в это утро они не сработали всю ночь они ловили рыбу я не думаю что когда христос сказал петру вот закинь сейчас сети что можно было бы что-то поймать судя по опыту рыбака они ловили ночью но вот христос сказал закинь сейчас и вот он так поступил так поступил и возможно что-то бог хотел сказать петру вот в этой ситуации что-то он ему говорил сеть начала прорываться лодку начала заливать водой опыт рыбака его подвел но он сказал по слову твоему я сделаю это вы знаете когда мы обращаемся к богу и поступаем по его слову вот в этих обстоятельствах начинают открываться наши ложные основания они были закрыты для нас мы не видели их до того времени пока мы не начали поступать по евангелию исполнять его слово и вот тогда начинают открываться бог начинает открывать и вы знаете в евангелии нет случайных мелочей ничего случайного там нету в евангелии от иоанна в 21 главе мы читаем еще об одной чудесной ловле рыбы и точно так же христос когда явился ученикам он говорит им закиньте сети и поймаете и там даже написано сколько они рыб поймали еще там одна строчка написана и про таком множестве сеть у них не прорвалась я думаю что Петр он усвоил вот эти уроки которые преподносил учитель преподносил христос и вы знаете хотелось бы конечно сегодняшний день пожелать вам благословения в служении пожелать вам того чтобы вы могли искать путей божьих и как уже хорошо сказал брат дима что наша задача наша цель это быть свидетелями христа на всяком месте господь призывает нас делиться словом божьим вы знаете бог так сделал чудесным чудно сделал что мы специально не не рассчитывали так чтобы попасть именно вот сегодня на открытие вашего молитвенного дома это бог сделал так когда то мы могли только об этом мечтать и сегодня я вижу это наяву слава богу пусть господь благословит вас друзья аминь и и и и и